Мои дорогие братья, я получил трогательное письмо от брата из Газы, в котором он написал следующее. Наши сердца сжались из-за предательства со стороны уммы, и тревога давит на нас подобный тяжести гор. Можешь ли ты записать и опубликовать наставление для своих братьев из Газы о достоинстве тех, кого испытывает Аллах? Ведь поистине мусульмане не утолили голод голодающих, не остановили льющуюся кровь, не защитили религию и честь наших женщин в Газе. И я прошу, чтобы вы помогли нам своим наставлением и укрепили нас в таком положении, в котором тому, кто поможет нам, поможет Аллах, а того, кто оставит нас без помощи, оставит без помощи Аллах. Я вместе с несколькими юношами хотел пробраться к нашим голодающим братьям и сестрам, чтобы доставить им немного муки. Однако больше трех человек погибли шахидами, и Аллах задержал нас по своему предопределению. Поэтому мы повернули назад. Объедини наши сердца, и тогда Аллах смягчит и твое сердце. Клянусь Аллахом, шейх, некоторые люди подвергаются искушению в своей религии по причине того, что их дети голодают, а умма предала их. Но в то же самое время товары ежедневно поступают в оккупационные образования из более чем 18 стран, большинство из которых являются арабскими и якобы мусульманскими странами. Конец послания. 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 Есть люди, чьи души разрываются на части точно так же, как разрываются на части ваши тела. И эти люди мечтают быть рядом с вами. В хадисе у Аль-Бухари приводится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, возвращаясь из Табука, сказал сподвижникам, «Поистине, в Медине есть люди, которые были с вами на каждой дороге и в каждой долине, которую вы пересекли». Сподвижники спросили о посланник Аллаха, и они были в Медине? Он сказал, и они были в Медине, однако они задержались по уважительной причине. Люди не такие, как их преподносят в СМИ. Проходят марши и протесты. Многие ради вас жертвуют собой и подвергаются избиениям и тюремному заключению. Позавчера в Иордании тысячи людей вышли, протестуя против позорных грузовиков, и по данным новостей были арестованы 35 молодых людей. В УМИ есть очень много блага, которое то и дело подавляется. Есть страны, в которых были арестованы десятки тысяч проповедников и ученых. Там уже арестовали тысячи тех, кто думает об эффективной работе по спасению вас и других угнетенных мусульман, и их продолжают арестовывать в больших количествах. Не забывайте также о деятельности преступных сионистов в социальных сетях. Неудивительно, что создаются продажные аккаунты для того, чтобы вы ощутили разочарование в мусульманских народах и почувствовали, что о вас забыли, для того, чтобы, когда вам говорят, вы возродили исламскую умму, вы отвечали «нет, мы никого не оживили и ни на кого не повлияли». Был лишь энтузиазм, и он погас. Нет, братья мои, нет. Всевышний Аллах сказал. Почему же, когда вы услышали это, верующие мужчины и женщины не подумали друг о друге хорошее и не сказали «это очевидная клевета». Сомнение в плодах ваших жертв разрушительно, и ваш враг это отлично знает. Поэтому, братья мои, каждое доходящее до вас известие о бесполезности ваших жертв исходит от шайтанов из числа людей и джиннов, распространяющих подобное, чтобы разрушить вашу психику и сделать вас злыми и сомневающимися. Тогда как вы должны быть терпеливыми, стойкими, надеющимися на награду и распространяющими в уме понятия терпения и стойкости. Вспомните хадис, который приводит Аль-Бухари и в котором сообщается, что однажды пророк, салаллаху алейхи вассалям, навестил одного больного бедуина и сказал ему «Не беда, это очищение, если пожелает Аллах». Тогда этот больной бедуин ответил «Ты сказал очищение?» «Нет, это кипящая лихорадка, которая мучает старика и сведет его в могилу». И пророк, салаллаху алейхи вассалям, ответил на это «Тогда так и будет». То есть, если ты не хочешь, чтобы это было очищением твоих грехов, то пусть это будет так, как говоришь ты, лихорадкой, которая мучает тебя и сведет тебя в могилу. Этот человек умер и вместо того, чтобы принять мольбу пророка, салаллаху алейхи вассалям, и вернуться к своему Господу, очищенным от грехов, и готовым войти в рай, он вернулся к своему Господу, гневаясь. Мои братья из Газзы, вы находитесь в таком положении, с вами происходит несчастье, и я прошу Аллаха удалить его от вас и заменить его вам победой и облегчением в этом мире и раем в будущей жизни. Однако, либо вы будете стойкими сейчас, проявите терпение и будете довольны решением своего Господа, чтобы то, с чем вы сталкиваетесь, было очищением, либо вы ужаснетесь и разгневаетесь, и тогда не будет ни этого мира, ни последней жизни. Когда я опубликовал опрос о том, насколько сильные изменения произошли после этих событий, десятки тысяч людей, более 50% из 100 выбрали пункт, что в их жизни и поведении произошли коренные изменения. Братья мои, когда ваш пыл угасает, зайдите и почитайте комментарии к этому опросу и посмотрите, насколько вы изменили людей. Мы оставим для вас ссылку в описании к этому видео, если пожелает Аллах. Вы разрушаете состояние плена во всей уме. Более того, вы пробуждаете ото сна все человечество и разрушаете его оковы. Миллионы людей по всему миру начинают осознавать тот факт, что их порабощают и над ними глумятся. Преступники каждой страны сейчас сосредоточены исключительно на том, чтобы закончить эту битву в пользу сионистов, не принимая во внимание то влияние, которое пробуждение народов окажет в долгосрочной перспективе. Когда солдат ВВС США сжигает себя в знак протеста против несправедливости, которой вы подвергаетесь, когда солдаты сжигают свою военную форму, потому что им стыдно ее носить, все это будет иметь огромный эффект с позволения Аллаха. Преступные сионисты плачут, как плачете вы, и страдают, как страдаете вы. Но какая же большая разница в итоге? Все армии на земле вместе взятые не заставили их плакать так, как заставили их плакать вы, о герои Газы. Каждый день, пока продолжается война, в сознании людей происходят глубокие изменения. Когда изменения происходят в направлении освобождения людей, они не будут временными и мимолетными. Напротив, это будут глубокие и долгосрочные изменения, если пожелает Аллах. Очень легко сказать, мы хотим, чтобы народы проснулись и мусульмане проснулись. Мы хотим забыть о голоде своих детей, вернуться в свои дома и чувствовать себя в безопасности, чтобы ракеты не падали на наши головы. Это законные требования, и к этому стремится каждый человек. Но важно, чтобы вы не дошли до стадии возражения своему мудрому Господу Святом. Важно, чтобы не уменьшилось ваше терпение. Важно, чтобы вы не сломались, и преступникам не удалось сделать вас примером для остальных. Этот мир не стоит у Аллаха и комариного крылышка. Ваше терпение здесь означает вечность в блаженстве. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Когда у раба Аллаха умирает ребенок, Всевышний Аллах спрашивает своих ангелов, «Вы забрали дитя моего раба?» И они отвечают, «Да». Тогда он спрашивает, «Вы забрали плод его сердца?» И они отвечают, «Да». Тогда он спрашивает, «И что же сказал мой раб?» И они отвечают, «Он воздал тебе хвалу и сказал, «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернемся». И тогда Всевышний Аллах говорит, «Постройте для раба моего дом в раю и назовите его домом хвалы». Братья мои, тому из вас, кто потерял глаза, пришла радостная весть от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказавшего, «Поистине, Аллах сказал, «Если я испытаю своего раба двумя его возлюбленными, имеется в виду его глаза, и он будет терпелив, то я воздам ему за них раем». Кто страдает сейчас больше, чем вы, о жители Газы?» В хадисе Муслима передается, что господин терпеливых, саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Приведут человека из числа обитателей рая, который больше всех страдал в этом мире, окунут его в рай и скажут ему, «О, сын Адама, видел ли ты когда-нибудь несчастье? Испытывал ли ты когда-нибудь страдание?» И он скажет, «Нет, клянусь Аллахом, о мой Господь, я никогда не испытывал никакого несчастья и никогда не видел страданий. Одно лишь окунание в рай заставило его забыть все горести этого мира. Поскольку меня просил брат из Газы, я также скажу слово тем, кто владеет какими-либо товарами, а также тем, кто отвечает за распределение помощи. Бойтесь Аллаха в том, что касается ваших братьев. Быть может, он защитит вас, ваших детей и вашу честь посредством богобоязненности. Вы знаете, братья мои, что смерть может прийти к любому из вас в любой момент. И знаете, что если бы у тех, кто проявляет несправедливость, было все, что есть на земле, и еще столько же, чтобы откупиться от мучений в день воскресения, это не было бы принято от них. Просим Аллаха направить вас к милосердию, солидарности и справедливости, чтобы вы не стали причиной смут среди людей. Еще раз, о жителе Газы, я бы не обратился к вам с этими словами, если бы меня не попросили об этом, так как мне стыдно перед вами. Закончу свое обращение стихами, которые я сочинил во время своего испытания, которое, конечно, гораздо меньше вашего, но, может быть, в них вы найдете то, что увеличит ваше терпение. Сколько в моем испытании слез, которые я скрыл. Я закрываю глаза на свою рану, тогда как огонь полыхает во мне, чтобы научить тех, кто видит меня довольным, что любовь к Аллаху – это узел, который невозможно разорвать. Сколько раз я улыбался среди врагов, тогда как речи опустошали меня и беды мучили. И я показываю своим терпением тем, кто злорадствует надо мной, что я не буду побежден, пока мой Господь защищает меня. Так проявляй же терпение, ведь не надеются на награду подобно тебе, когда испытывают боль так же, как и ты. Либо это возвысит тебя, и ты не вкусишь унижения, либо проявишь пренебрежение, и тогда никто не возвысит тебя. О жители Газы, я прошу Аллаха, чтобы Он спас вас и дал вам победу, и чтобы содействовал вам в оказании вам помощи, а также облегчил для нас и всех мусульман пути для джихада на пути Аллаха. Вассаламу алейкум и рахматуллах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова